Ловкость пальцев и годы тренировок. В Барсово стартовал региональный этап Всероссийской студенческой лиги по киберспорту. Мероприятие Сургутский район принимает у себя впервые. На состязание приехали 39 человек из трех образовательных учреждений Сургу, СПК и Сургутского института экономики, управления и права. Соревнуются участники в пяти дисциплинах. Самая популярная дисциплина это Counter-Strike. Это у нас среди молодежи это самая любимая дисциплина, Dota 2 в том числе, хотя и все остальные тоже пользуются популярностью, за исключением, конечно, StarCraft. StarCraft это самая непопулярная дисциплина, потому что порог входа в эту игру достаточно высокий. Там должен быть очень высокий профессиональный, так скажем, индивидуальный скилл самого игрока и не всем это подходит. То есть очень непростая игра в освоении. Команда, которая наберет наибольшее количество очков по всем дисциплинам, получит путевку на этап Уральского федерального округа. Среди участников есть и ребята из Сургутского района. Один из них Арсений Мелехов из Ультиагуна. Серьезно увлекаться киберспортом молодой человек начал пять лет назад, еще школьником. Сегодня парень учится в университете и на соревнованиях защищает честь Сургутского госуниверситета. Вообще я игрок по большей части такой одиночный. Я даже это играл, как я говорил, в StarCraft. Это тоже одиночная игра. То есть там матч один на один. Мне часто было трудно собрать хорошую команду, поэтому у меня больше пролегали одиночные игры, потому что так сложилось обстоятельство. Мне нравится, потому что она более стратегическая. И мне нравится, что там можно как-то подумать, можно как-то переграть на каких-то интеллектуальных способностях соперников. В целом активное развитие киберспорта в муниципалитете началось четыре года назад. За это время в Сургутском районе провели 50 соревнований, в которых приняли участие около двух тысяч человек. Сегодня администрация взяла курс на цифровизацию традиционных видов спорта, хоккея, стрельбы, шахмат. Специальное оборудование закупят для учреждений районного управления спортивных сооружений. Кроме этого, все организации спортивной подготовки подключили к информационной системе, которая упрощает процедуру присвоения категорий и разрядов.